МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разбуди его, а то я не понимаю, когда он сбит, когда притворяется. Да тише ты! Почему притворяется сразу? Да он всегда притворяется, что у него понос, что золотуха, а сам здоров, как пыль. Тише. Василий Сергеевич, просыпайтесь, мы приехали. Спит вроде. Ну оставь его, пойдем вещи домой занесем. Самое дорогое. Держи, 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 держишь. Молодец. Музыку, забыл выключить. Да чёрт с ней, пусть играют. Я не понял, а где тачка? А там же дед был. Чёрт, я ключи в замке оставил. Сумасшедший старик, проснулся и уехал. Да нет, угнали машину, ну. Да не, ерунда, кому такая колымака нужна, да ещё с пассажиром. Мало ли отморозков, ты звонить будешь? Звони, куда? Так, кстати. Сейчас, сейчас. Алло, полиция? Здравствуйте. Вы мне тачку угнали? ЗвCareе? Я не понимаю. Eins. Необъемлюбленный. Заходите, без обморозковой водой. Хелёврить пусть играют. Какая-тость лежит. Да, я не знаю. Я взял игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Ура, мама! Тетя Оля пришла! А мы с мамой пирожки готовили с капустой. Я сам огонь поджигал. Здрасте. Котя, иди, иди, Музьки, молодец, Каналий. Здравствуйте. А, я тут Косте его ноутбук принесла. Да, и я его вещи привезла, и вот еще, и игрушки. Спасибо вам, Ольга Николаевна, вы к нам так добры. Мы с Костей собаку завели. Я подумала, что, наверное, Рекса нужно вам отдать. Он, наверное, очень скучает. А, нет, он не скучает. Мы же котенка взяли. Он с ним целыми днями и возится. Котенка, да. А, ну, у Кости, значит, все хорошо. Ну, конечно. Это же его дом, он здесь вырос. Ну, и я ему вроде не чужая. Нет, все правильно. Все, конечно, правильно. Да вы не переживайте, Ольга Николаевна. У Кости все хорошо. А мы завтра в садик идем. А я на работу выхожу. Вы передайте Денису Романовичу. Большое спасибо за рекомендации. Меня взяли в этот магазин. А Денис вам помог? Ну, если бы он не помог, я бы работу еще долго искала. Ну, с моей-то биографией. Сами понимаете. Ой. У меня там что-то горит. Вы простите, мне бежать надо. Еще раз спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. В общем, этот парень Илья сказал, что мужчина, который заказывал фотографии, забыл вот эту флешку. Сейчас загрузится. А это был Зараев? Нет. Я показала Илье фотографию Зараева. Он сказал, что это был не он. Какой ты неизвестный. Почему-то тебя фотографируют. Как-то все это странно. О. Так. Загрузилась? Угу. Вот текст. В ходе предварительной проверки мною было установлено в марте 2000 года на трассе М-7. М-7 это Москва-Владимир. Обнаружена неизвестная девушка в бессознательном состоянии. Доставлена в центральную больницу города Владимира. Неизвестная страдает амнезией. Проходило обследование в психоневрологической больнице. Информация будет предоставлена по результатам наших с вами переговоров. Воскресенье около девяти часов вечера от подъезда многоэтажного дома в Измайлово была угнана машина ВАЗ-21014 2006 года выпуска. Цвет зеленый. На заднем сиденье автомобиля находился спящий старик Барсуков Василий Сергеевич 1942 года рождения. Ну не такой уж и старик. А машина в хорошем состоянии было? Да это не важно. Понимаешь, абсолютно не важно. Машина, она, по-моему, никому и не нужна была. Ее нашли на следующий день. На набережной Москва-реки в пяти километрах от угона. Ну, старика в ней не было. Вот этого старика нам и надо найти. Машина принадлежала Барсукову? Нет. Она принадлежала гражданину Суворову Ивану Юрьевичу. Кстати, он и поднял тревогу. Дело в том, что его невеста Морозова Леонора Борисовна она ухаживала за стариком по договору ренты. А, вот оно что. Что? Ну, я хотел сказать, что это на самом деле все проще, чем кажется. Да? Да. Ну, есть заинтересованная сторона в исчезновении старика. Это самое Морозово, правильно? Квартира-то к ней отойдет. В таких случаях миллион. Значит, они избавились от старика и сымитировали угон автомобиля и все, в конце в воду. Умный он. Да? И вушлый. Как вудка. Только в отрубе не есть. Машина отойдет к ней. Может, оно так было, может, не так. Дело в том, что в машине присутствовал посторонний. Какой посторонний? Ну, понимаешь, эксперты обнаружили там пальчики, которые не принадлежат ни Суворову, ни Морозову, ни старику. И эти пальчики в нашей картотеке не значатся. Значит, все-таки угонишь. Я тебе уже полчаса тал, дычу, дело мутное, темное. А ты уже лезешь со своими выводами. Ты еще версию предложи. Короче, я все сказал. Вот, работайте. Ильичка, скажите, вот вы такая красивая, интересная девушка. Не тяжело было ухаживать за стариком? Хотя я понимаю, почему вы меня спрашиваете. И почему? Иван мне так и сказал. Держись, подруга, теперь ты под подозрением. Ведь вы так думаете, что если я заключила с ним договор ренты, теперь я хочу от него избавиться, да? Конечно. Ради квартиры люди не такие преступления совершали. Ну, Ильичка, конкретно на вас я не думаю. Хотя, с другой стороны, вы правы. Как сказал наш классик, квартирный вопрос испортил москвичей. Булгак, вы читаете? Не осилил. Я кино смотрел. Ильичка, давайте мы прекратим эту тему. Вы филфак закончили, вы меня сейчас краску вгоните. На самом деле, я не скрываю, мне действительно нужна квартира. А ваш жених? Ваня? Ваня живет в общежитии. Мне, сами понимаете, сюда не очень хочется ходить. Но это не значит, что я желаю смерти Василию Сергеевичу. Мне совершенно нетрудно два раза в неделю убираться в квартире и покупать продукты. Пусть живет долго. Всему свое время. Илья, скажите, а как вы познакомились с Барсуковым? Это ей их познакомил. Деда, я даже не слышала, как ты зашел. Старая приучка, вступать бесшумно, договори в полголоса. Морозов, Алан Алексеевич. Михаил? Ольга Николаевна, телефон. Так, вот последние договора. Еще надо что-то подписать. Я вам в понедельник привезу, там по ночному еще нужно будет. Нет, в понедельник я выхожу на работу в офис. Дома больше ничего не держит. Хочешь кофе? Не откажусь. Спасибо. Денис, привет. Привет. Миша сказал, нужна моя помощь. Да. Да все нормально? Нет. Так, давай работать. В общем, история какая-то странная. То ли дед украл тачку, то ли тачку угнали вместе с дедом. Непонятно. Короче, поехали, по дороге расскажем. Поехали. С Васькой Парсуковым мы в Анголе распозничали. Слыхал про Ангол? Ну так, немного. Я, между прочим, был личным советником о Гюстинетте. Да? Да, Парсуков был в моем подчинении. Дали мы тогда просраться у Нити. Да, ладно, не буду тебя грузить стариковскими воспоминаниями. Ну почему же, очень интересно. Ладно, расскажу как-нибудь потом. Давай, спрашивай, чего хотел бы узнать. Да, эээ, а скажите, а вы виделись с Парсуковым потом? С Парсуковым не виделся лет двадцать, но где-то с полгода назад встретил его выходящим от нотариуса. Представляешь, он хотел завещать свою квартиру государству. Хотел узнавать, что ему за это еще будет положено. Это приживом-то сыне. Подождите, подождите. У Парсукова есть сын. Ну я сам удивился. Я спрашиваю, а как же Володька? А он говорит, с Володькой почти не общаемся. Он на меня забил, а я на него. Как так? А так? Я уж не знаю, я не вдавался в подробности. Я говорю, Вася, ну на хрена тебе это государство сплющилось? Ну пришлют тебе мымру из Собеса. Она будет Бога молить, чтоб ты поскорее сдох. Ну и предложил свою внучку. Ну Васька говорит, присылай свою велю, познакомимся. Я так понимаю, знакомство прошло удачно. Да, ты на мою внучку ничего такого не думай. Жених у нее парень положительный. Я за них как за себя отвечаю. Я все-таки не понимаю, Иван, как можно было ключи в замке оставить. Ты же такой опытный водитель. Если была бы новая машина, другое дело. А эту мне никогда особо жалко не было. Я ее купил по цене лома. Починил. Но видок у нее все равно было не ахти. Я не знаю, кто мог бы на нее позариться. У меня машина тоже не ахти. Я ключи в замке не оставляю. Это как-то на уровне рефлекса, нет? Не знаю я. Что думаете, я специально? Я тоже не знаю. Я разобраться хочу. Разбирайтесь. Мне пофигу. Моя совесть чиста. Тебе пофигу? А Эля вот переживает. Считает, что это вы во всем виноваты. Элька, любит заниматься самокопанием. Мне жалко, Сергей. Мировой старик. Ну нету у меня чувства вины. Нету. Что мне теперь? Расстреливать за это? Расстреливать никого не надо, Иван. Ни за это, ни за... ни за гоп-стоп в девяносто шестом году в Твери. Скопали, значит? Я молодой был, глупый. Тот мужик шел в Зюзи пьяный. Он сам до нас докопался. Эля уже знает? Без понятия. Если знает, то нет меня. Слушайте, я вас серьезно прошу, не рассказывайте ей. Она девушка с принципами, ей все равно, снята судимость или нет. Как же так? Ты же с жениться собрался. Жена про мужа все должна знать, разве нет? Черт, вы не понимаете. Она москвичка, я лимитта бесприютная. Ей и так к родственнике мозги отправляют. А если еще я, то вскроется. понятен. Ладно. Ладно, расслабься, я не скажу. Спасибо. Я вот что думаю, а может, старик сам решил покататься? Ну, потом вылез на воздух, тут его Кондратья и хватил. А он вообще был склонен к таким авантюрным поступкам? Черт его знает, что у него в голове творится. Извините, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. А вы в этом доме живете? Ну, если это можно назвать жизнью. Слушайте, а вы не из Собеса случайно? Нет, я из полиции. А вы не знаете Барсукова? А, этот старый пень, что ли? А что, он опять на что-то нажаловался? Да слушайте его больше, он скандалист у нас. А что такое, у вас с ним проблемы? Нет, вы знаете, у нас с ним никаких проблем нет. Это у него проблемы с головой. И вот даже дети боятся во дворе. Вот видите, дворик у нас, площадка детская. Вот дети там все время играют. А он выходит из подъезда и начинает орать. Мол, все по домам засранцы, я из-за вас уснуть не могу. Да контужен он. Вообще, это очень странно. Ребята, которые за ним ухаживают, они говорят, мировой старик, ничего подобного. Видела я этих ребят, знаете, а что им еще говорить-то? Они же на его квартиру рассчитывают. И зря, между прочим. Ну, почему же зря? У них договор оформлен, поэтому... Ой, не мое дело, конечно, он только кинуть барсуков, как собрался. Так, где-то пару недель назад подсел ко мне и давай жаловаться. Мол, у девки руки не из того места растут, а парень вообще мутный. То есть, надо, дескать, квартиру завещать государству. Вы извините, конечно, что-то мы все как-то вокруг да около, да? Может, вы нам расскажете все-таки, что этот участник Куликовской битвы учудил? Я вам расскажу, он пропал. Как пропал? Ну, как, мы это пытаемся выяснить. Ой, как нехорошо получилось. Может, человека в живых нет, а мы тут о нем языком треплем. Фух, знаете, ну да, сложный характер у человека, но ведь понятно же, все же от одиночества. Вот у него из всех родных один только сын, ведь и тот не появляется. Просто в голове не укладывается. когда вы говорите, это произошло. В воскресенье. Да, ситуация. Я вам поражаюсь, у вас отец пропал, а вы называете это ситуацией. Да, согласен, просто не так выразился. Нет, я, конечно, понимаю, вы в ссоре, но вы хоть какие-то эмоции испытываете? Послушайте, уважаемый, вот только не надо меня стыдить, что вы вообще знаете о моих отношениях с отцом. Ну вот расскажите. С какой стати? Я не считаю, что это имеет отношение к делу. Давайте я буду считать, что относится к делу, а что не относится к делу. Факты таковы. Ваш отец завещал свою московскую квартиру неизвестно кому, при живом сыне и исчез. Мне кажется, это очень странно. Вот вы и допрашиваете тех, кому он завещал. А лично мне его исчезновение ничего не принесет, не так ли? Хорошо. Понимаю, у вас работа такая. Ну, задавайте ваши вопросы. Причина ссоры с отцом. Ну, это всю жизнь пересказывать. У вас много времени. Я послушаю? Ну, я вас пожалею. Попробую коротко. Отец домашний тиран. Он привык, чтобы все и всегда ему подчинялись. Шаг в сторону, попытка к бегству. А когда умерла моя мама, он всю свою, так сказать, заботу на меня стал выплескивать. Он в упор не хотел видеть, что мальчик-то уже стал взрослым. В общем, вскоре я решил жениться. Отец не был против. Наоборот, он сказал, только не вздумайтесь снимать квартиру в тесноте, да не в обиде. До меня слишком поздно дошло, что он просто искал новую жертву. То есть причина ссоры. Ваш отец не сошелся с вашей женой. Он и не пытался сходиться. Это был ад. Ад, как он есть. через полгода Зоя сказала, либо мы съезжаем, либо разводимся. Ну, естественно, мы съехали. Поначалу ютились по углам, потом моя карьера пошла в гору. А вот теперь у меня все хорошо. Как-то он сказал, я тебя вырастил, а ты отца на бабу променял. Вот если ты придешь ко мне за помощью, я тебя на порог не пущу. но я больше не пришел. Нет, поначалу-то я пытался звонить, с днем рождения поздравить, ну так, чисто из вежливости. А он трубку бросал. Вы знаете, вы, конечно, извините, что я в Лизане в свое дело, но когда мы найдем вашего отца, поговорите с ним. И это не ему нужно. Все ясно, все сходится. Значит, они узнали, что старик хочет разорвать договор, усыпили его, а сообщник просто-напросто сымитировал угон машины. Ищи? Да. Вопрос один. Где тело? Да, где угодно может быть. Машину же нашли на следующий день, но они могли спокойно покататься по всему ближайшему под Москвой. И даже в Калугу могли съездить. Ну, как-то не получается. Нелогично. Ну, смотрите, Ваня и Эля оставляют деда в машине. Поднимаются в квартиру с покупками. Минут через пять-семь они спускаются вниз. Ни деда, ни машины. Они сразу же заявляют в полицию. Информация об угнанной машине сразу появляется в дежурной части. Проходит пять-семь минут. Не смог бы сообщник скрыться за это время. Ну, и что? Они же знали, что никто сразу не кинется их тачку искать. Что у милиции других дел нет. Да ладно, что ты? Какой угон, какой сообщник? Просто дождались, пока старик вошел в булочную, оглушили его, и все. Тогда у них нет алиби. Знаешь, у них сейчас есть алиби, но мы их все равно подозреваем. Еще что мы знаем, вот этот Барсуков оказался, ну, довольно сложным человеком, жестким. А ребята нам сразу стали врать, что старик хороший, характер прекрасный. Другой вопрос, чтобы они сказали, ну, да, у дедушки сложный характер, все бывает. Тогда бы не было вопросов, но они же сразу стали врать. Ну, и какой из этого вывод? они были напуганы, они понимают, что мы их подозреваем, поэтому нелепо врут, изворачиваются. Но это не похоже на спланированное преступление, но... Вот всегда ты так, взяла и все испортила. Почему всегда? О, привет, ребят. О, О, Леха, здорово! Вся банда в сборе. Тут давно тебя не было видно. Ребят, пойдемте, у меня для вас подарок небольшой. Так как? Какой? Пойдемте, покажу. Угу. Рит, извини, сегодня без тебя. Ну, почему? Ну, мне кажется, ты не хотела бы увидеть то, что я хочу показать ребятам. Оп, ля-ля. Так это и есть твой подарочек? Ага. Хорошо, поясню. Этого красавца выловили сегодня ночью в Москве-реке. Труп криминальный. Ну, то есть его сначала задушили голыми руками сзади, а потом уже скинули в реку. Предположительное время смерти воскресенье вечер. Теперь яснее? Ну, не совсем. Но очень интересно. Хорошо. Документов при нем не обнаружили. Сняли отпечатки, пробили по нашей базе, у нас ничего нет. Но, оказывается, идентичные отпечатки запрашивали несколько дней назад. знаете кто? Мы. Это и есть наш угонщик. Божественно. Ну, Лёх, спасибо, конечно, но нам бы теперь личность установить. Ребята, хорошо, что я добрый парень. Ну, татуировка, народное творчество, я таких никогда не видел. Лёх, ну если что-то знаешь, давай колись, а? Ну, я, честно говоря, тоже не видел, в интернете посмотрел. Это привет из девяностых. Была в Подмосковье организованная преступная группировка гражданина Мишанина по прозвищу Тигра. Это их опознавательный знак. Я никогда таких не слышал. Ну, они недолго разбойничали, там, половину сразу же замочили, конкуренты. А другие разошлись по иным организованным преступным группировкам. Впрочем, как и сам Мишанин. Так это он и есть Мишанин самый? Тигра? Нет. Тигра живой уважаемый человек. Глава крупного инвестиционного фонда. Ребят, вот фотографии. Звоните Мишанину, встречайтесь с ним, пусть опознает бывшего коллегу. Мишанин известный дамский угодник. Я думаю, он не откажет в такой маленькой просьбе милой девушки. Ты сейчас про Риту говоришь? здравствуйте, господин Мишанин. Это я вам звонила. Я Маргарита. Корочку покажите. Позвольте. Пожалуйста. Прогуляйся, Дима. Антон Павлович. Иди, иди, я сказал. Ничего со мной не случится. Давненько не общался с вашими. Должен сказать, что эволюция нашей доблестной милиции налицо. Ну да. Времена меняются. Мы теперь полиция. А вы большой человек. Да? Это ты ловко меня поддела. Ничего, что я на ты? Нет, нормально. Так о чем ты хотела со мной поговорить, Рита? А я как раз вот о прошлом. Посмотрите, пожалуйста. Вы знаете этого человека? Знакомый Партак. Я его знаю. Точнее, раньше знал. Это Сорока. Был у меня одно время в шестерках. Потом сгинул куда-то. Я думал, его давно уж грохнули. Да вот нет, недавно. А Сорока это от фамилии Сорокин? Не. Погоняло. Фамилию не помню. Столько лет прошло. А почему Сорока? Да тырил все, что попало. Причем, ладно бы, что-то дельное. Конкретный клептоман. Однажды, помню, мусоровозку скоммуниздил. Ладно, это к делу не относится. Ну, а что-нибудь еще вы можете про него рассказать? Дима, давай сюда. ты помнишь Сороку? Как его звали? Шурик, Шурик Арташов. Ай, молодец. Адрес его помнишь? Воскресенск, улица Советская. Да, в самом начале дом 4, квартира тоже 4. Спасибо, Дима, свободен. И все? И все так просто? А что сложного? У Димы не голова, компьютер. Вот поэтому мы и вместе с ним уже 20 лет. Рита, а ты сегодня вечером свободна? А вы хотите меня куда-то пригласить? Ну да. Есть один милый ресторанчик. В общем, скучно не будет. Ну, как-то неожиданно. Ладно. Извините. Я понимаю. Да ладно, Динь, рано или поздно она успокоится. Время, как говорится, лечит. Нет, я все понимаю, это же невыносимо, она со мной не разговаривает. Ну вот и хорошо, не грустит тебя ничем. Нет, ты не понимаешь, она вообще не разговаривает. Она меня игнорирует полностью. Доказывает, да? А тебя-то за что? Я в том-то и делаю, сегодня в голове непонятно. Я просто чувствую, что я на грани. Домой тебе не хочется, понимаешь, там такая атмосфера. я не могу. Да ладно, прописка, все будет хорошо. Бабуль, а где здесь Карташовы живут, не подскажете? Это какие Карташовы? Ангелина Степановна, да, он в том подъезде. Родненький мой, кровиночка моя, не до кого же ты меня оставил. Ангелина Степановна, может быть, вам воды и корвалолу накапать? Кто так? Моему Сашечку. Ну, мы это и пытаемся выяснить, но для этого нам нужно знать, где он жил в Москве и чем занимался. Ох, не знаю. Говорил, что квартиру в городе снимают. зарабатывает, где придется. А хотя бы номер телефона, с которого он звонил, у вас сохранился? Зачем вам? Вы поймите, нам сейчас все важно. По этому номеру телефона мы можем определить последние контакты, куда он звонил. И, может быть, мы выйдем на убийцу. Его убийцу. Вот, переписывайте и идите. Уходите, уходите вы, уходите, я хочу быть одна. Рита, а где эти два брата-акробата? Поехали по адресу угонщика. Ага, а ты что, домой не идешь? Сейчас поеду. Что ты тысячи-то, а? Ага. Агимов Николай Николаевич. Что-то имя знакомое. Он по какому делу проходил? По ДТП Зараева. Это хозяин второй машины. Ага, помню, помню. Только Николай Николаевич в ДТП не участвовал. Машина была в угоне, да, а угонщик погиб. Зачем ты выращиваешь это дело? Ну, потому что я абсолютно уверена, что была в угнанной машине, Евгений Борисович. Как была в угнанной машине? Я ж это не понимаю. Я ж была на телевидении. После эфира обратился молодой человек. Он работает в фотоателье. Один из его клиентов забыл вот эту флешку. Угу. А на ней фотографии, которые мы нашли в квартире Зараева. Помните? Ну, помню, конечно. Но только помимо этих фотографий здесь отчет, в котором черным по белому написано, как меня нашли. Как она? На, пригодится. Где она? В детской. Я даже не знаю, что сказать-то. Слушай, ну хватит так убиваться, Давай лучше дринкинг по-родственному, а? Я там виски твои любимые принес. Все зарослые люди. Поговорим, выясним все. Динь! Иди сюда! Че? Че делать-то будем, а? Знаешь, Миша, я думала, что у нас есть семья, а у нас ее нет. Да неужели? Хорошо. Почему ты так со мной поступил? Ты понимаешь, что это предательство? Почему ты мне не сказал, что ты ей помогал? Почему ты вообще ей помогал? Я ей помогал, Оля? Я делал так, потому что я считаю, это нужно. Хорошо. А тебе я не сказал, потому что я не хотел тебя расстраивать, Оля, потому что ты здесь валялась неделю, не разговаривая со мной. Я тебе с самого начала говорю, что так будет с этим пацаном. Я тебя предупреждал? Да. Ты сказал, что ты справишься? Да. Вот и все. Я хотела, чтобы у нас была семья. Да я не знаю, что ты хотела, Оля. Ты все время, что ты хочешь, понимаешь? Ты что-то хочешь, мы это делаем. Вот ты что-то хочешь, и я это делаю, как дурак, понимаешь? Даже когда я понимаю, что все равно все будет плохо, я все равно это делаю. Вот ты хотела привезти ребенка домой, и ты привела, как будто бы как собачонка, понимаешь? Подожди, Денис, Плюс, почему ты мне это говоришь сейчас? Почему ты мне раньше обо всём этом не говорил? Короче, всё, всё, я больше не могу. Это мне сейчас ты говоришь! Достало! Вот так, всё, я больше не могу. Короче, Михас, я сегодня переночую у тебя. Завтра... Слышишь меня? Я тебя спрашиваю. Да, тушите свет, Спартак, восстание рабов. Карташов угнал машину со спящим Барсуковым и, возможно, в определённом месте его ждал сообщник. А может, заказчик преступления? Ритуль, ты сейчас совершенно права. Вероятно, значит, там между ними возникла ссора и наш неизвестный задушил Барсукова и сбросил тело в реку. Что случилось с Барсуковым, непонятно. То ли Карташов до встречи с сообщником избавился от Барсукова, то ли неизвестно избавился от Барсукова, пока непонятно. Понятно. Что ничего не понятно? Кто старикат заказал? Его похищение кто заказал? Это ребята, которые за ним ухаживали? Вполне логично, конечно. Им смерть деда на руку, но как-то всё очень сложно. Понимаете? Людей вокруг много. Я так не считаю. Они же не профессиональные преступники, эти ребята. Захотели с вами мораться, испугались. Наняли Карташова, а то вполне мог действовать с подельником. Потом они с ним поссорились, не знаю, деньги не поделили. А что, логично. Логично. А как нам доказать связь подозреваемых с Карташовым? Ну, мы работаем над этим. Я показала им фотографию Карташова, он хотел увидеть реакцию. Ребята сказали, что видят этого человека впервые. Но мне показалось, что они испугались на самом деле. Ну что, это нормально. Вы же простые ребята, им не каждый день показывают задушину у утопленника. Ну, может. Вы знаете, я бы все равно не исключал бы сына Барсукова из списка подозреваемых. Мне кажется, что он вступил в сговор с Карташовым. И убил родного отца. Ну, вы знаете, чтобы получить эту квартиру, Владимиру нужно заставить отца написать завещание. А это значит, что... А это значит, что старик жив? А мы тут сидим лясой, точим. Так, быстро стали работать, работать, искать, искать надо. Ты умоли, ты сам-то веришь в это? Тем более, он дед-то какой, старый закалки, боевой. Ты его железом пытай, каленым, он ничего не ответит. Слушай, День, у меня есть предложение, не отличающееся своей новизной. Поездной, по пивку, холодненько. Куда? Демировы, где вас черти носят? Лидок, если бы мы знали, что ты нас ищешь, мы бы к тебе просто прибежали бы. Не пояснишь. Пришел ответ из компании Сотовой связи. Ну, если вам уже ничего не надо? Да, надо, 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 давай. Держи. Значит, это звонки Карташова, который он совершил в последний день своего существования. Людок, а ты вообще молодец. Естественно, я молодец. Так, значит, последний звонок с мобильного Карташова был совершен в 27215. Не звонил он. Кому? Нифига себе. Что? Все, Денька, пиво холодненько отменяется, будем воду с газом пить по дороге. Пошли. Ну, так как, Павел Алексеевич? Нет, я никогда не видел этого человека. Вы уверены? Да, у него рожа такая, я бы запомнил. А кто это? Это некто Карташов. В воскресенье он совершил угон машины с вашим боевым товарищем Барсуковым. А потом был найден задушенным. Но незадолго до своей трагической гибели он совершил звонок вот на этот самый номер. Это же ваш номер, Павел Алексеевич. Да, это мой номер. Мой. Отлично. А теперь у меня следующий вопрос. Вы спланировали похищение вашего боевого товарища, а потом убийство напарника. Так? Я тебя понимаю, Миша. Я тебя понимаю, но это не я. Ну, конечно. Ну, хорошо. Я тебе расскажу, как все было. Не хотел, правда, рассказывать, но да делать нечего. Мне только одна просьба. Эля, не говори ничего, а то она расстроится. Мы не на базаре. В воскресенье вечером поступил звонок с неизвестного телефона. Это был Барсуков. Павел Алексеевич, ну это же ерунда. Сказал, что только что убил человека. Проснулся, увидел в машине незнакомого человека, испугался и задушил его. А сотов забрал с собой. Вот так все просто. А что тут сложного-то? Мастерство-то, как говорят, не пропьешь. А Маска был самым способным в нашей группе. Самым злым. Так, давайте оставим воспоминания. Что он хотел от вас? Ну, просил приехать на набережную, обсудить, как быть дальше. И вы поехали? Конечно. Но когда приехал, я никого не достал. Думаю, что он ушел в бега. А почему вы раньше не сказали, Павел Алексеевич, а? Миш, ну зачем ты задаешь такие вопросы? Неужели бы я своего боевого товарища сдал? Вы же знаете, где он находится? Нет. Но если он мне позвонит... Вы мне сразу же сообщите, так? Нет, Миш. Я ему обрисую ситуацию. Понятно. Но на всякий случай... Вот моя визитка. Вот моя визитка. Вот моя визитка. Продолжение следует... Остается. Желаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА